Друзья, сегодня будет по-настоящему долгожданное видео, потому что мы замеряем запас хода на нашем новом электромобиле. Поехали! После кучи всяких разных экспериментов, если помните, нам удалось собрать новый электромобиль всего за два дня. С бюджетом менее 100 тысяч рублей, причем это вместе с машиной. Динамика у этого электромобиля получилась довольно неплохая, особенно со старта, но максимальная скорость сильно ограничена. По сути, это можно доработать, но многие попросили сначала сделать замер на запас хода, потому что стоит ли вообще всем этим дальше заниматься, если она будет ездить, допустим, километров 10 или 5. Так вот, мы хоть и ездили часами на нашей электротехнике, но на самом деле ни разу не делали замер запаса хода именно в километрах. Поэтому данный вопрос меня тоже очень заинтересовал. Я вам еще больше скажу, вот эти вот желтые аккумуляторы, которые лить из железо-фосфат, мы их даже ни разу нормально не зарядили, потому что у нас тупо нет подходящего зарядного устройства. Поэтому сначала нужно решить данный вопрос и только потом переходить к замерам. У нас, конечно, есть зарядная станция от погрузчика, но она всего на 40 вольт, а нам-то нужно 80. Заряжать по половинке слишком долго, поэтому будем ее переделывать. А точнее, на вот эти вот вторичные обмотки на разных катушках нужно подключить последовательно, а не параллельно. Тем самым у нас снизится сила тока, но зато в два раза вырастет напряжение. Главное, чтобы диоды выдержали, но они вроде как тут с запасом. В общем, все получилось и наш аппарат начал давать нужное напряжение. Помимо этого, необходимо было переставить аккумуляторы, чтобы более равномерно распределить вес. В итоге разместили их вместо задних сидений по середине кузова и подключили на зарядку через самодельные балансиры. То есть поставили лампы накаливания на более заряженные аккумуляторы. Пока нет БМС-ки, можно и так сделать. Еще мы поставили блок питания на 12 вольт для того, чтобы запитать штатную электрическую цепь и ездить со светом и всеми приборами. Лампы накаливания, конечно, нужно убрать, чтобы не тратить лишнюю энергию. Но возникла проблема. Новые китайские светодиодные лампы не влезли в русские фары. Однако решение есть всегда. Главное захотеть. В итоге через несколько минут все подошло, заработало и можно было выезжать. Тачка получилась просто пушка. Ну так, медленная пушка. Есть свет, стопы, поворотники. Однако, все равно чего-то не хватает. А точнее, тонировки. Так как тачка у нас не совсем обычная, поэтому и тонировка будет довольно крутая. А точнее, мы решили поставить каркасные шторки фирмы Эско. По сути, много кто сейчас делает такие вещи, но далеко не все могут похвастаться хорошим качеством. Тут же все на высшем уровне. Быстро ставятся, также легко снимаются, без видимых признаков. Бывают варианты на магнитах, а бывают со специальными скобами, которые зажимаются резинкой, и в них уже ставится сам каркас. Выглядят шторки Эско практически как тонировка. Ну, конечно, при поднятых стеклах. Быстро снимаются, а еще защищают от всяких насекомых. И сейчас можно спокойно ехать или спать в машине с открытыми окнами. Кто хоть раз ездил в лес на пикник, тут, думаю, знает, о чем я говорю. Из минусов это то, что к ним нужно привыкнуть. Поначалу они как-то мешают, ну, а потом их просто не замечаешь. В общем, вещь интересная, и попробовать установить их точно стоит. Главное, покупать у проверенного производителя. Поэтому ссылку на официальный сайт Эско оставлю в описании под видео. Ну, а сейчас можно ехать и испытывать нашу электроаку. Перед выездом давайте-ка запомним пробег. Спидометр тут работает в штатном режиме, поэтому можно ориентироваться на него. Напряжение чуть больше 80 вольт. Ну и все, вырубаем четвертую и поехали. Классно то, что это супер бесшумная тачка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чисто для себя. А, ты про чистоту камы говорил, да, видишь, как она? О, смотри, утка, 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 утка. А то это... Давай камень бахнем сейчас я. Хочу утку с яблоками. Не, не будем трогать. Да, конечно. Он и так один остался. Ну, он последний уже, остальных съели. Вон там, последнего дожаривали. Он такой пикер-здоровый тут. Ну да, он очень большой. Ну смотри, смелый, смелый, смелый. Я думаю, их подкармливают здесь. Потому что он бы и так близко не подходил. В общем, проехали первые 9 километров. Мы вообще легко. Двигатель абсолютно холодный. А вот контроллер немного нагрелся. Все-таки, мне кажется, он слабоватый. Из плюсов движения на таком электромобиле Это плавность, не нужно переключать передачи. В салоне относительно тихо. Проходимость хорошая. И еще плюс в том, что мы обгоняем велосипедистов. А сейчас минусы. Максимальная скорость всего 42 километра в час. Так как контроллер больше не вывозит. И с такой скоростью ехать очень тяжело. Так как у тебя даже самые старые автовазы поджимают и обгоняют. Так же из-за того, что у нас внешка все-таки атаки. Пешеходы, видимо, вообще не считают ее за машину. И переходят дорогу там, где захотят. Ну а в целом аппарат неплохой. И с тонировкой смотрится очень даже хорошо. Ну что, следующий проект, походу, такой бывает. Только электрический. И она вот так вот на дыбах будет у нас плавать. Вот так вот. И все, и нет у нас. Лучше в другую сторону. Там грез. Туда положим, да, туда. Гонять будем без всех. Удочку заберем в рыбака. Троллинг и спиннингом. А что, слушай, нормально? Мы сюда прикатимся, тихонечку ее скатим. Сначала поверху поплаваем, потом подводную лодку электрическую сделаем. Будем исследовать, ну, там. Там слишком грязно. Грех. ПО, 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 ПО! итак друзья катались мы до самой ночи как по трассе так и по внедорожке проехали 31 километр батарею при этом не посадили от слова совсем как было чуть больше 80 вольт так и осталось мы бы еще конечно покатались но сгорел 12 вольтовый блок питания и у нас отключился свет все-таки надо брать его с большим запасом мощности как я уже сказал ездили мы не только по асфальту но также по лесам горам песку и лужам и наша акка со всем этим спокойно справилась получается данный электромобиль и все комплектующие можно точно использовать для дачи например ездить в лес там на рыбалку или учить детей ездить так как быстро она не разгонится не заглохнет да и ломаться тут ты практически нечему заряжать ее можно вообще от солнца если помните мы уже испытывали такую методику на лайв канале получается что за бензин и электричество платить вообще не обязательно вот она халявная машинка ездить сколько влезет запас хода мы вроде бы как замерили вроде бы как нет потому что данные батареи посадить очень сложно ну а ездить со скоростью 40 километров в час довольно тяжело поэтому сначала все-таки увеличим максималку и только потом основательно замеряем пробег к тому же мы решили и вывесить и посмотреть до каких оборотов крутится наш двигатель как выяснилось максимальная скорость далеко не 40 километров в час получается двигатель способен на больше но контроллер его ограничивает и так что нужен другой более мощный я его кстати уже заказал и пока он едет займемся внешкой хотелось бы поставить сюда большие колеса такие литые 15 как на синей акуле также изменить цвет ну и сделать и скажем так легкий тюнинг но как сказать легкий нормальный тюнинг в общем изначально мы вообще хотели оставить ее стоковую и попробовать с электродвигателем поставить на учет то есть все оформить однако возникли проблемы как многие уже знаете что на ней стоит запрет на регистрацию из-за проблему прошлого владельца вот меня всегда удивляли вот такие вот случаи когда человек с какими-то долгами проблемами может спокойно продать машину или собственно поделиться своими проблемами уже с новым владельцем хотя покупатель то по сути вообще ни при чем ладно у нас и к стоит копейки и это же металлом при желании можно сдать и за те же самые деньги но кто-то покупает машины за миллион даже дороже и проблем это точно такая же я вообще не понимаю как работает вот эта система купли-продажи машин что вы думаете по этому поводу напишите в комментариях ну а мы будем делать из этой аки машинку для дачи это тоже такой довольно интересный вариант который мне лично точно пригодится ну и я думаю для многих эта информация тоже будет очень полезно ну или по крайней мере посмотреть на это все будет весело так что подписывайтесь на канал чтобы не пропустить продолжение ну и конечно ставьте палец вверх кому понравился сегодняшний выпуск но с вами как обычно был денис механик спасибо за внимание и пока